Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 марта, сейчас я пришла делать опрыскивание антистрессовое своим томатом. Я вот утром, когда заходила, говорила вам, что здесь было всего 2 градуса. Сейчас в обед, когда я делала лунки, я тоже вам говорила, что было выше 30 градусов, здесь было пекло. А вот сейчас в 7 вечера 25 градусов, умеренная такая температура, можно провести процедуру. И вот для того, чтобы помочь томатам пережить вот этот сложный период, когда такая огромная, чудовищная разница температур, температуры скачут, днем сильно жарко, ночью сильно холодно. Вот в этот период, чтобы им помочь легче адаптироваться к таким сложным условиям, я сейчас их буду опрыскивать эпином. Все, конечно, знают это средство, многие знают, как это делать, но это видео, конечно, предназначено по большей части для новичков. Хочу объяснить, почему именно эпин и что он нам дает. Совершенно безвредная обработка. Сейчас сначала расскажу, как развела его свойства, потом все остальное. Ну, смотрите, я делаю это в теплице, это с таким же успехом можно делать дома, потому что дома у нас условия тоже неподходящие для растений. У нас же там очень сухой воздух, ночью очень теплая температура. И мы здесь плохо, сейчас такой сложный период, что не найдешь хороших условий для томатов. И мы здесь плохо, что ночью холодно. И мы дома плохо, что ночью очень жарко. Там вообще стабильная температура у нас 20 с лишним днем, 20 с лишним ночью. Там им тоже плохо. Они листья закручивают от сухоты, от этой от жары. Можно также с успехом опрыскивать их и дома. Когда я позавчера снимала видео о подкормках, говорила, подкармливать лишний раз не нужно, лучше обработайте эпином. Я сказала, что эпина у меня в этом году нет, еще не было. Но вот из-за того, что я вынесла рано в теплицу, и вот из-за этих перепадов температуры, я даже специально пошла купила эпин и купила янтарную кислоту, чтобы делать вот такие профилактические, поддерживающие обработки. Вот видите, написано, универсальный антистрессовый. Вот я его взяла именно из-за этого качества, чтобы немножко моим томатам, которые вон она на кучке, я их в кучку собрала специально, чтобы обработать, чтобы моим томатам легче пережить стресс. Тут и восстановление поврежденных растений, и эффективная защита от заморозков. Все мне это подходит. И делала я, я долго не буду разглагольствовать, делала я по, вот написано, рассада. По инструкции рассада, снятия стресса при посадке-пересадке или температурном стрессе. Вот они у меня сегодня хорошо стрессанули, когда вчера было очень тепло, а ночью 2 градуса. Но 2 градуса это уже почти предел критический. Вот такая штучка. В инструкции тут указано 0,2 мл на 1 литр воды. Это опрыскивание. Я вот взяла шприц, набрала нужное количество, развела в 1 литре, и вот такая вот у меня простая брызгалка. Все это происходит очень просто, все умеют опрыскивать. Так опрыскиваю, стараюсь, чтобы капельки не скатывались, а оставались на растениях. Все, я сейчас их опрыскивала. Естественно, что не нужно опрыскивать на ярком солнце. Вот днем, когда 30 градусов, я их не стала, конечно, опрыскивать, потому что нужно, чтобы был такой комфортный, температурный. Ну, температура такая комфортная, чтобы было ни холодно, ни жарко. Вот они сейчас, я их опрыскиваю, постоят часа 2, и я вечером поздно приду, часов в 9, в 10, посмотрю, если будет так же холодно, как вчера, я еще поставлю дугу и прикрою их тряпочкой. В качестве такого же антистресса может выступать и янтарная кислота. Многие пользуются янтарную кислоту. Это тоже стимулятор роста, и тут также написано, я сейчас применяю именно не для того, чтобы, вот тут написано, активизируют ростовые процессы, ускоряют сроки цветения. Я не из-за этого применяю. Я применяю из-за того, что написано вот в конце. Написано. А также помогает растениям легче переносить стресс и быстрее восстанавливаться при пересадке неблагоприятных условиях. Вот меня янтарная кислота интересует именно, как антистресс, как именно регулятор роста, восстановитель при неблагоприятных условиях. Но также она вам поможет, если будете обрабатывать янтарной кислотой. Она вам поможет также и для того, что вверху написано, для активизации роста, для увеличения корневой системы, усиления. Сегодня я использую эпин. Но еще раз говорю, что можно с таким же успехом использовать и янтарную кислоту. Все, я пошла опрыскивать. Надеюсь, все понятно, ничего сложного в этой процедуре нет. Самое главное, процедура безвредная. Она безопасная. Эти все препараты, это не какая-то там подкормка, из-за которой там растения потом попрут в рост. Вы можете ничего и не заметить, но растениям, такой обработкой, вы своим поможете пережить вот этот сложный период или сильной жары духоты в комнатных условиях, или холода в теплице при раннем высаживании. Все, до свидания.